Уже завтра в Казахстане стартует новый учебный год и, как известно, он пройдет в традиционном формате. Но все же у родителей будет выбор оставить ребенка на домашнем обучении или вводить в школу. Насколько готовы учебные заведения к возвращению учеников, этим придется строго соблюдать специально разработанные для них санитарные правила, расскажут наши корреспонденты. Впервые с начала пандемии школы распахнут для всех учеников свои двери и даже окна. Ведь, согласно новым требованиям, проветривать классы необходимо каждую перемену, которые теперь на радость детям будут длиться не менее 15 минут. Что, конечно, увеличит время их пребывания в школе. С учетом загруженности классов уже рассматривается вопрос о переходе на шестидневку для среднего и старшего звеньев. Еще одно новшество – в каждой школе теперь должно быть минимум три входа. Например, начальная школа будет заходить с центрального входа, среднее звено будет заходить с левого крыльца, а старшие классы будут заходить с правого крыльца. Для этого специально мы составили график учителей, дежурных учителей. Будет дежурить, будет встречать детей. До конца сентября в школах установят турникеты и систему оповещения. Это новые требования безопасности. Впрочем, их в этом году более чем достаточно. Ведь в перечне санитарных приспособлений появились новые требования. Анастасия, о каких приспособлениях идет речь? Да, Людмила, теперь в школах помимо кварцевых ламп, санитайзеров и термометров в столовых должны быть еще и рециркуляторы – приборы для обеззараживания воздуха. Но в школах Шымкента их пока нет. Родители обеспокоились этим вопросом в социальных сетях. Санврачи пояснили, что требования новые. Приборы закупить не успели. Тем более, что сроки их установки главный санврач страны в своем постановлении не указал. Стоимость рециркуляторов от 50 тысяч тенге до миллиона в зависимости от производительности. Так, например, в среднем на одну столовую площадью в 200 квадратных метров потребуется прибор стоимостью в 500 тысяч тенге. В остальном, по уверениям санврачей, шымкентские школы готовы к началу учебного года. Если с санитайзерами все более или менее понятно, многих родителей волнует формат обучения. Индира, ведь теперь речь идет не просто об онлайн или офлайн занятиях. Совершенно верно, Анастасия. В этом году будут действовать сразу три формата. Традиционный, комбинированный и дистанционный. Если с дистанционным и традиционным дети и родители уже сталкивались, то комбинированный новинка. С 1 сентября мы приступаем к оффлайн обучению, но при изменении эпидситуации будет использоваться комбинированный формат обучения, который предполагает 70% предметов изучать в оффлайн режиме и 30% предметов будут изучаться в онлайн режиме. Для этого будет адаптировано расписание. При комбинированном обучении в онлайн формат переведут физкультуру, труды, рисование. Каждая школа организует дополнительные смены и подсмены, а также составит уникальный график посещения столовой. На случай выявления носителя вируса в школах оборудовали медицинские изоляторы. Линдира Кокимова, Людмила Батюшкина, Анастасия Новикова, Информбюро.